Эти знаки Зодиака обладают белой магией. В наше время очень много людей так или иначе имеют необычные способности. Пользуются ими по полной даже порой не подозревая об этом. У знака Зодиака во всем этом хаосе, своя особая роль. Ведь давно подмечено у разных знаков преобладают те или иные мистические дары. Например у знаков Зодиака, о которых сегодня пойдет речь очень часто есть великий дар, они склонны к белой магии. Перед просмотром поставь лайк и подпишись на мой канал. А мы начинаем. Первый знак Близнецы. Одни из самых одаренных в мистическом плане людей это Близнецы. У них сильная энергетика, от природы острая интуиция и очень часто представители этого знака предпочитают светлый путь силы. И дело тут даже не в мистических дарах, или чем-то подобном. Просто представителям Близнецов так удобнее. Что же касается даров, то Близнецы часто бывают одарены в равной степени темными и светлыми дарами. Но свой путь они все же выбирают сами. Второй знак Лев. Лев, среди представителей этого знака тоже очень много одаренных в мистическом плане людей. У львов очень сильная энергетика, благодаря которой они влияют на окружающих. Но также помимо сильной энергетики, среди много тех, кто рождается с даром белой магией. И таких львов видно сразу, они даже на фоне остальных одаренных львов бросаются в глаза. Даже если этот представитель льва ничем таким не занимается и не интересуется, он все равно будет помогать своей силой. Всем вокруг и себе в том числе. Просто рядом с ним или с ней люди будут чувствовать себя немножечко лучше, легче. После общения с такими львами частенько есть ощущение, что открывается второе дыхание. А то, что не двигалось с мертвой точки вдруг получается буквально играючи. Третий знак Стрелец. Стрелец, так же как и остальные знаки Зодиака, щедро одаривает тех, кто приходи в мир под его покровительством. И дар белой магии тому прямое доказательство. Дело в том, что среди Стрельцов много людей, которые будто живая батарейка могут зарядить тебя энергией. Заразить желанием жить и чего-то добиваться. Эти люди каким-то непонятным образом отгоняют от тебя хмурые тучи бытовых невзгод. Буквально выжигая негатив своей аурой. Хотя им это порой очень тяжело дается, ведь на подобное уходит много сил, иногда даже очень много. Потому Стрельцы не очень любят тех, кто льет слезы по горькой судьбе. И уважают тех, кто к чему-то стремится.